итак с возвращением вас на канал skyward с вами снова я вадим и давайте как я и говорил сегодня будем продолжать двигаться по страницам романах роберт гилберт бегущая могила и сейчас на очереди 58 глава этого романа поехали две дочери живут вместе но их мысли не направлены на решение общих проблем и джин или книга перемен робин знала что 1000 фунтов стерлингов от кольна эндонсерн должна была поступить на банковский счет вгц потому что через несколько дней после того как она передала мазу письмо с приказом о переводе не она воссоединилась со своей первоначальной группой высокопоставленных рекордов никто не вспоминал о ее сеансе откровения никто не приветствовал ее возвращение все вели себя так как будто ее и не было это взаимовыгодное молчание распространилась и на необъяснимое отсутствие кайла в группе робин не стала спрашивать как он провинился но она была уверена что он сделал что-то не так потому что вскоре заметил его за тяжелую ручную работой от которой он ей только что разрешили отказаться робин также заметила что в еврея теперь отводила глаза когда ее группа и группа кайла проходили мимо друг друга робин узнала в чем заключалось преступление кайла когда сидела напротив шона за ужином в тот вечер после того как шона по неосторожности наняла робин для помощи в занятиях с детьми и и обрели на лысо если при первом появлении в лысом виде она оказалась напуганной то теперь а вновь проявилась у нее изначально болтливость и скромность и первыми гордыми словами обращенный к робин или мой снова увеличивается она похлопала себя по животу сказала робин поздравляю ты так не говори с насмешкой сказала шона я не делаю это для себя ты должна поздравлять церковь верно устало сказала робин она специально сидела шумы в надежде узнать больше новостей о джейкобе потому что догадывалась что именно его судьбу она подслушала когда харман джоу и бека обсуждали что-то в кабинете мазу но она забыла настолько раздражительно может быть эта девушка ты слышал о нем шона спросила робин радостным шепотом когда кайл проходил мимо конца стола нет сказала робин ха 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 сказала шона люди рядом с ними были заняты своими напряженным разговором что она оглянулась сторону чтобы убедиться что ее не подслушивает и наклонившись шепнула робин он говорит что у него нет духовной связи с ну знаешь женщину сказал это прямо в лицо мазу ну осторожно сказал робин тоже шепотом я имею ввиду он ведь гей и так ли так что это материализм сказала что она громче чем собиралась и один из молодых людей рядом с ними оглянулся и шона вопреки желанию робин громко сказал им она считает что есть такое понятие как гей очевидно решив что ничего хорошего из ответа шона не выйдет молодой человек вернулся к своему разговору тела не имеют значения твердо сказала шона робин важен дух она снова наклонилась и и снова заговорила заговорчивым шепотом вен хотела установить с ним духовную связь и я слышал как она выбежала оттуда типа плача и ха 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 вот это эгоистичность думать что люди недостаточно хорошие чтобы с ними спать робин молча кивнула что похоже удовлетворила шону пока не еле робин пыталась подвести шону к теме джейкоба но кроме уверенного утверждения что он что он обязательно скоро уйдет потому что так распорядился папа джей больше ничего не выяснила следующее письмо робин к ставику было лишено полезной информации однако через два дня после того как она положила в пластиковый камень ее и остальных высокоуровневых новобранцев за исключением кайла бэка перебрать привела на очередное занятие по ремеслу стоял жаркий безоблачный июньский день и бэка вместо толстовки надела футболку с логотипом церкви которая рядовые прихожане продолжали ходить своих плотных спортивных костюмов вдоль тропинки ведущей к бытовкам цвели полевые маки и маргаритки робин могла бы почувствовать приподнятые настроения если бы не тот факт что прекрасная погода на ферме чепленов переключила ее мысли на все эти места где она предпочла бы отказаться даже центр лондона который в жару никогда не был самым уютным местом в эти дни казался ей каким-то ненастоящим когда группа подошла к парткабине где обычно делали кукурузные куколки раздался испуганный ропот столы перенесли на улицу чтобы не было душно в ремесленном цехе но удивление группы не было связано с перестановкой столов несколько членов церкви сооружали рядом с бытовкой соломинов человека высотой 12 фунтов у него был прочный проволочный каркас и робин теперь поняла что большая соломенная скульптура над которой она видела в н была головой мы делаем такие каждый год в честь проявления украденного пророка сказала улыбающийся бека усаживаясь за столы для рукоделия и рассматривая большого соломиного человека пророк сам был талантливым мастером поэтому голос бекки прервался эмили только что вышла из-за соломины скульптуры руки были заняты бечевкой голова эмили была свежевыбрита как и луизе и явно не разрешили отрастить волос эмили бросил на бекку холодный вызывающий взгляд после чего вернулась к своей работе поэтому мы честим его по тем средствам которые выбрать для самовыражения закончила бек когда группа автоматически потянулась к стопкам полых соломинок робин увидел что ее товарищи перешли к изготовлению фонарей норфолка более сложных чем те которые надела раньше поскольку никто не захотел ей помочь робин потянулась к ламинированной инструкции на столе чтобы посмотреть что нужно делать от солнца била ей в спину дека скрылась в ремесленной комнате и вернулась переплетенным в кожу экземпляром ответ из которого мазух читала пока не работали сняв шелковую закладку с оказанием места на котором они остановились в последний раз бека прочистила горло и начала читать теперь я перехожу к той части моей личной истории веры которые столь же ужасно сколь и чудесность столь же душераздерживающая сколь и радостно позвольте мне прежде всего заявить что для тех кто живет в мэре мыльных пузырей то о чем я собираюсь рассказать или по крайней мере моя реакция на это и мое понимание этого скорее всего вызовет недоумение даже шок как спросят они смерть ребенка может быть чудесной или радостной прежде всего я должен рассказать отдаю материалисты назвали бы ее моей дочерью хотя я любил бы ее точно так же как если бы не было плотской связи самого раннего детства было очевидно что даю никогда не понадобится пробуждению она родилась бодрствующей и и метафизические способности были небычайно велики она могла одним взглядом укрощать дикий скот безошибочно находить потерянные предметы как бы далеко не находились она не проявляла интереса детским играм и игрушкам но инстинктивно обращалась к священному писанию она умела читать раньше чем ее учили и изрекать истины не понимая которых у многих уходит целая жизнь и она могла стать невидимо раздался прохладный голос рядом с возвышающимся соломенным человеком несколько человек из групп посмотрели на эмили но бека проигнорировал это замечание по мере того как она росла ее способности становились все более исключительны мысль о том что четырех или пятилетний ребенок обладает такой степенью духовного призвания оказалось мне нелепо если бы я не был свидетелем этого с каждым днем она возрастала в мудрости и давала все новые и новые доказательства своего чистого общения с пресвятым божеством даже будучи ребенком она намного превосходила меня в понимании я потратил годы на то чтобы понять и использовать свои собственные духовные дары даю же просто принимала свои способности как естественно без внутреннего конфликта без смущения сейчас я оглядываюсь назад и удивляюсь как я не понял ее судьбы хотя она говорила мне о ней за несколько дней до своего земного конца папа я скоро должна посетить пресвятую богородицу но не волнуйся я вернусь я подумал что она говорит о состоянии которое достигает чистый духом когда ясно видит лицо божественным и который я сам достиг с помощью песнопений поста и медитации я знал что даю как и я уже видела божество и разговаривала с ним слово посещение должно было меня насторожить но я был слеп там где она видела ясно избранным орудием божества была молодая женщина которая пока я спал унесла даю в темное море даю радость нашла горизонту до восхода солнца и исчезла материального мира ее плоское тело растворилась в океане она стала той кого мир называет мертвый мое отчаяние было беспредельным прошло несколько недель прежде чем я понял что именно для этого она была послана к нам разве не горела не говорила она мне много раз папа я существую за пределами материи она была послана чтобы научить нас всех но особенно меня что единственная истинная единственная реальность это дух и когда я полностью осознал это и смиренно сказал об этом благословенному божеству даю вернулась да она вернулась ко мне я видел ее также ясно эмили презрительно рассмеялась бека захлопнула книгу и поднялась на ноги в то время как опасливые создатели кукурузных куколок делали вид что они замечают этого эмили зайди ко мне на минуту пожалуйста сказала бека сестре эмили с вызывающим выражением лица отложила соломинку которая напряжила туловище гигантской статуи и последовала за беккой хижину решив узнать что происходит робин знавший что сзади ремесленных помещений есть небольшой переносной туалет пробормотала туалет и вышла из групп все окна порт кабине были открыты несомненно для того чтобы в нем было достаточно прохладной работы робин обошла здание пока не скрылась из виду других рабочих затем прокрылась к окну с задней стороны через которые были слышны голоса бекки и эмили хотя и не громко не понимаю чем проблема я была с тобой согласна почему ты смеялась почему как ты думаешь разве ты не помнишь когда мы узнали лин заткнись заткнись сейчас же хорошо вернись вернись сейчас зачем ты это сказала про невидимость теперь мне можно говорить да ну это то что ты сказала произошло это ты мне сказал что говорит это ложь если ты хочешь сейчас рассказать другую историю то давай никто тебя не останавливает эмили зала нечто среди между вздохом и смехом ты грязный литимер это говорит человек который вернулся сюда потому что его м вышла из-под контроля моем посмотри на себя сказала эмили с презрением здесь больше м чем в любом другом центре ну тебе лучше знать себя уже выгнали из ноги я думал ты поймешь что висишь на волоске эмили кто сказал так сказала мазу тебе повезло что ты не марк 3 после бирни гена но это все равно может случиться робину слышала шаги догадалась чтобы решила уйти после своей угрожающей реплики но эмили заговорилась снова теперь уже с отчаянием ты бы предпочла чтобы я пошла тем же путем что и кевин не так ли просто покончить с собой ты смеешь говорить о кевине со мной почему я не должна говорить о нем я знаю что ты сделала эмили что я сделал ты говорила с кем для его книги что казалось имели тебя уже просто как отвратительная комната где он застрелился была вся исписана и он написал на стене мое имя что-то про заговор ты думаешь кевин хотел бы общаться со мной после того как мы заткнись ради бога заткнись тебе наплевать на всех кроме себя да не о папе джей не о миссии если кевин и знал что-то тебе и заговоре я ему не говорила но он всегда соглашался со мной что ты полна дерьма руби не знала чтобы козел дальше но эмили из-за лавсдо похожий на боль тебе нужно есть овощ казалось бы к ее грозный голос был неузнаваем по сравнению с тем ярким тоном который она обычно говорила слышишь и ты будешь работать на овощной грядке и тебе это понравится или я расскажу совету что ты сотрудничала с кевином не расскажешь сказала им или теперь уже с хлипого не расскажешь чертова трусиха потому что ты знаешь что я могу им сказать если захочу если ты говоришь отдаю то продолжай я сообщу об этом разговоре папе джей и мазу так что нет нет бека не надо это мой долг сказала дак это можешь рассказать им что по твоему мнению ты видела нет бека пожалуйста не говорим могла ли даю стать невидимой эмили наступило короткое молчание да сказал эмили йога возражал но либо она могла либо нет что она могла бы правильно и чтобы я больше никогда не слышал от тебя ничего другого ты грязная маленькая свинья робин услышал шаги и дверь хижины захлопнулась итак это была 58 глава романа роберт филбрет бегущая могила на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч скорее всего до завтра к вам еще один вопрос пока я в раздумьях какое книгу следующую читать поэтому жду от вас обратной связи всем пока